Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс – чтение Торы с разбором с точки зрения еврейской грамматики и значения еврейских слов. В прошлом году мы не рассматривали вообще Парашата Шавуа Банекбар, потому что, очевидно, мы занимались подготовкой к празднику Шавут, который идет активно в эти дни. В позапрошлом году я из всех параграфов, а в недельную главу входят параграфы с первого по четвертый, но четвертый не полностью, выбрал тему числительных, потому что здесь их много. И вообще вот эта книга Банекбар, которая по-еврейски называется «В пустыне», в других религиях она называется «Числа», потому что там несколько раз встречается пересчет количества евреев в разных коленах, в разных семьях и так далее. В этом году я решил, давайте рассмотрим параграф номер три, то есть перегимел. Он мне показался интереснее по составу, но в нем на самом деле самих новых слов очень немного. То есть буквально словарик, он у нас очень короткий. Для тех, кто к нам присоединяется, может быть, смотрит наше занятие в написи, скажу, что, во-первых, я стараюсь загодя, предварительно ставить нашу группу в Телеграме. Вот этот файл, который вы сейчас видите на экране, то есть файл текста, в котором я отмечаю слова, и файл, который называется словарь. То есть те слова, которые я отметил зеленым фоном, вот как здесь, например, слово «пэтер», там я даю перевод, если недостаточно перевода из стандартного словаря, я даю перевод, как это слово должно здесь пониматься. Те слова, которые я отмечаю в тексте желтым, это я отмечаю для себя. То есть я напоминаю себе, что по поводу этого слова хотел что-то добавить. В этой главе есть еще один интересный аспект. Он может пригодиться тем, кто только начинает читать, только освоил буквы. Дело в том, что в этой главе много имен, имена собственные, то есть имена людей и названия городов и мест. Когда мы читаем перевод современный, подчеркиваю именно современный, именно еврейский, там эти слова переданы в транслитерации. Поэтому начинающему ученику, тому, кто только-только начинает читать, бывает полезно проверить себя. Вот мы видим, например, имя Ахарон. Видим, курсор я показываю. Вот начинает человек читать по слогам Ахарон. Открывает перевод и видит, что в первом пасуке, в фразе под номером один, Алиф, да, действительно. И вот буквально порождение Ахарона. Дальше он читает У, Мо, Ше, читает И, Мо, Ше. Поскольку в современных переводах Мо, Ше – это Мо, Ше, а никакой не Моисей, он может убедиться, правильно ли он прочитал вот эти имена. Поэтому многие имена, некоторые из них встречаются в первый раз в истории, какие-то имена мы с вами увидим. Я выделил голубым фоном для наших новичков. Так, теперь этот параграф достаточно длинный, в нем 50 с лишним фраз. Поэтому некоторые части, которые повторяются, я думаю, что я буду прочитывать вам, так будет быстрее, да? Нас сегодня и так уж много. Натан, есть у тебя желание поучаствовать в качестве одного из чтецов? Да, пожалуйста, не вспомним. Будем рады. Так, значит, распределяет Анна, и она же двигает текст. А начинаю, как правило, как обычно я. И вот буквально порождение, от слова ле-го-лид, породить, ла-ле-дет, родить, да? Порождение имеется в виду потомки. Аарона и Моисея. На самом деле, на самом деле, здесь говорится только про потомство Аарона. Вот, к Моисею они имеют отношения лишь постольку, поскольку Моисей был их учителем, а ученики подобны детям. Я это знаю, слава Богу, по себе. Так, в день дибер, мы переведем это так, в день говорения. То есть, вот это вот дибер, которое выглядит как глагол прошедшего времени, мы переводим его как отглагольные существительные. В день, когда говорил, или в день говорения Всевышнего к Моисею, буквально на горе Финаль. Так, ну, то есть, задел такой, сейчас будет перечисляться потомство Аарона. Я напоминаю вам, что колено Леви не было подсчитано, не было подсчитано в числе всех остальных, поскольку у них специфические свои задачи. Да, я приношу извинения. Я думал, и это было бы логично, что в диаспоре, то есть вне Израиля, в этот раз будут прочитаны две главы вместе Беарба Хукатай, чтобы идти в новом с Израиля. В Израиле уже читают главу Бамидбара, почитали ее вчера. Вне Израиля, оказывается, нет. Оказывается, почитали предыдущую главу. Вот, а Бамидбар, читая только на этой неделе, глава будет прочитана в эту субботу. Почему так, я спросил Рава. Он объяснил мне что-то наподобие того, что глава Насо, которая следующая к ней Бамидбар, под вторым номером, ее принято читать в неделю, на которую выпадает Шавуот. И вот в диаспоре это получается. Израиль немного диаспору обгоняет. У Израиля такой возможности нет, поэтому не получится там, где же его читать Насо. А Насо – это самая длинная параша, самая длинная недельная глава в Торе. И поэтому как бы подчеркивается, что вот в годовщину получения Тора мы читаем самый большой кусок Торы. Да, вот так. Я приношу извинения, что немножко я вас запутал. Да, в прошлые разы я вам говорил, что будем читать Бамидбар, а Бамидбар читает только в Израиле. Так, прошу вас, Анна, Бет. Так. В Элишмот Бней Аарон, Абхор Надав, В Авигу, Эль Азар, В Итамар. Так. И вот имена сынов Аарона, первенец Надав, И Авигу, Эль Азар, В Итамар. Ну, Итамар. Да. Четыре-четыре имени, я выделил голубым. Как вот они написаны на иврите, так они транслитерации даны и переводят. Совершенно верно. Следующим читает Кимел Тимофей. Да. Давайте Тимофей. Переводим. Вот имена сыновей Аарона, Куэнов, помазанных Точно. Ашер Миле. Дословно, наверное. Дословно, давайте дословно. Который наполнил их руки, очевидно, на коинство. На служение. На коинство. Да. Совершенно верно. В современном иврите слово не только к коинам относится, но к исполнению какой-то обязанности. Например, Лейкаген в качестве Наси Исраэль, президента Израиля. Так. Лейкаген исполняет какую-то миссию. Спасибо, Тимофей. Совершенно верно. Я тут подчеркнул слово Мэшухим. Конечно же, это слово Машах, то есть помазать. Машиях. Это помазанник. А почему здесь всех коинов, как Аарона, так и его сыновей называют Мэшухим? Помазан только Аарон. Ответ это передается по наследству. Если более точно, то в отношении Аарона было так. Значит, Аарон и его сыновья были помазаны в то время. Все те, кто родились после момента помазания, получили помазание автоматически. Те, которые были рождены к тому моменту, но не являлись сыновьями Аарона и самим Аарона, они не получили коинского звания. И кто, кого из них мы назовем, мы назовем человека по имени Пинхас, с которым нам предстоит еще познакомиться. Пинхас к тому времени не был, не считался коином. Он стал коином, отдельным распоряжением Всевышнего. Об этом мы еще поговорим. Мэшухим. Мы видим огласовку три точки по диагонали, она называется Кубуц. Там, где она, там, где слышится У, а может быть слово и без У, например, Машиях, Машуах. Там, где У, это пассивный залог. То есть, Машухим, это те, которые были помазаны. Спасибо, Тимофей. Далет, кто читает? Людмила. Скажите, пожалуйста, почему ядам, а не едаем? Ядам, это руки их. Точнее, ядам. Точнее, рука их, рука их, да, правильно. Ядей егем, это руки их. Ядам, это рука их, буквально. Ну, смысл, в общем, в понятии. Ядаем, это просто руки. Ядам, ядам их рука, ядей егем, их руки. Спасибо. Ва я мат надав в авигу левне ашем бэ чут прыгает. бэ хак кривам эш зара левне ашем бэ митбар сенай у ваним ло хаю лахем бэ бэ ях хэн бэ ях хэн бэ ях хэн бэ ях бэ эль азар бэ бэ смысл в том что умерли надав и авигу перед всевышним при приближении чуждого огня перед всевышним на горе Синай сенай сенай буквально там а да и так сейчас ваним лоха юлахем сыновья не были перед ним у них то есть у них не было сыновей у них да да мы это переведем коинство коинство нет ну да смысл в этом да элиэзера и тамар да были посвящены элазар и тамар альпней арон перед лицом аарона их отца да совершенно верно точно спасибо Людмила ну давайте попросим на тана чтобы он не да да очень просто и говорил всевышний мужик да ну окей и окреф этой моты леви и и в шерто ото приблизь колено леви и представь его поставь да перед аароном акуэном и чтобы служили ему наверное и будут служить ему лешарет это служить это именно так как например еще называется что как это по-русски маршрутное такси удобство сервис да это удобство во всех понимание да да спасибо так в шамру эт мишмарто в эт мишмерет кол аэта лифней огель моэд лавод эт авдат га мишкан в шамру и будут служить будут охранять будут сохранять мишмарто от того же корня да службу его буквально службу арона в эт мишмерет и службу всего общества эда это общество сынов Израиля перед шатром откровения шатром собрания лавод чтобы работать работу мишкана то есть совершать те действия которые должны происходить в мишкане понятно о чем идет речь да если будут вопросы пожалуйста задавайте хэт хэт Анна да да так вэшамру эт кол клей оэльмуэт вэт мишмерет бне израэль лэ авод эт аводат а мишкан так и ну сохраняют сохраняют пусть все принадлежности вот вкинье шатра собрания и выполняют службу сынов израэля для выполнения работ при мишкане да все правильно так тимофей наверное ют ют арон вроде ют да нет почему тет а кто же тет а кто же тет тет раз тимофей это это леви леарон у леванав нетуним нетуним гема лео меэт бней Исхээль о так а там и даст и даду и дашь ты да да и дашь ты левитам то есть передашь левитов да левитам арону да арону и сыновьям его нетуним 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 да что такое натун да что такое передан они даны 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 подчеркивается что совершенно определено что они переданы левитам переданы кому гема они логиму мээт бней Исхэль от сыновь израиля да 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 ну об этом речь вот в этом параграфе так Юд Людмила да Людмила вы сами Юд ой не включилась ага вээт арон вээт панав тифкод вээ шамру эт кэхуна там вээ хазар хакарэв юмат и ароны и сыновь сыновья и сыновей его вот это слово тифкод да вы знаете перевод сказать вам рассказать покат это покат это вообще-то задействовать покид это клерк то есть он выполняет какие-то действия в современном а вот там что-то друг забыла так дело в том что примерно вот в этих местах слово означает еще и пересчитать поэтому можем это понять как приказание пересчитать сыновей арона что и будет сделано дальше да но может быть понято в общем понимаем в общем представлении то есть задействовать их то есть им передаются левиты и соответственно они задействованы чтобы этих левитов включить в работу так вешамру и и сохранить и будут сохранять да будут сохранять вот это коинство их к услужению да коинство то есть работа по обслуживанию мешкана передана исключительно левитам а чужой то есть не являющийся левитом да если он займется этой работой приблизиться к ней да да спасибо людмила так ют алиф попросим на да сказал всевышний обращаясь к мужик говоря я вот взял из среды вместо первенцев открывающих чрева из сыновей Израиля и будут мне они да да совершенно верно да тут я хотел обратить внимание на слово петер разверзает буквально то есть открывает но вообще слово петер значит разрешает да теперь слово отсюда кстати название автора автора что это такое автора это отрывок из пророков который в определенный период да позволял считать что вот недельная глава прочитана или будет прочитана да слышали эту историю да то есть есть обязанность прочитать ну кратко расскажу значит мы наш цикл устроен так что за год мы прочитываем весь хумаш то есть все пять книг которые да были и другие циклы когда прочитывали за не за один год а по моему за три года или за семь лет точно я не помню один цикл был за три точно было за три значит наверное за три да один был принят в бавеле в вавилоне другой в эрис израиль но вот был такой период когда евреям запретили что конкретно запретили читать Тору в синагогах именно Тору именно в синагогах вот и чтобы не потерялся обычай прочитывать Тору и вообще не читать наши мудрецы выбрали из пророков пророков читать в синагогах не было запрещено значит отрывки которые как-то по смыслу напоминали недельную главу как правило недельную главу то есть когда читалось синагоги определенная часть из пророков да люди вспоминали что если бы не указ властей который мы вынуждены выполнять да 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 похоже так при греках эллинистах напоминает нам вот а если бы не этот декрет властей да мы прочитали бы вот такую недельную главу вот она была названа автора потом декрет был отменен и вернулись евреи к прочтению именно имена торы но автора они остались автора от слова ле фатер и здесь же слово нефтар нефтар это что такое нефтар это не про вас бы сказано освободился от всех обязанностей перешел в мир иной не про нас бы сказано да вот есть еще слово пи ту рима михта в пи ту рима это письмо об увольнении ле фатер это уволить ле гид фатер это уволиться самому по собственному суданию вот это мы все все мы производим от этого корня есть корень похожий через т через не через т это через став да что такое потар через став отгадал значение загадки загадки задачи или или сна потар так холом объяснил сон леон тор это бая найти ли решение пи тарон через да да мы пишем про историю эсэф да да кстати так и есть да птор важное слово птор птор освобождение птор освобождение да есть слово потур да который иногда произносит да отсюда очевидно арри поттер это я пошутил так спасибо можно вопрос конечно недельные да вот эти отрывки из пророков они не по порядку то есть подобраны именно каждой главе да 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 конечно по порядку мы читаем в пророках есть отдельные кусочки которые мы читаем но это гораздо меньше там половины отдельный труд был со самих да 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 так и есть так как мне закрыть чат интересно нет что-то я не могу закрыть чат у меня экран сузился ну ничего ничего страшного так значит Натан прочитал Натан и перевел да так точно спасибо спасибо имел мой КИ ЛИ КОЛЬ БЕХОР БЕЙОМ ГАКОТИ ЭТ Извините ГАКОТИ ЭТ БЕХОР БЕЭРЭЦ МИЦРАИМ ГИКДА ШТИ ЛИ КОЛЬ БЕХОР БЕЙСРАЭЛЬ МЕ АДАМ АД БЕГЕЙМА ЛИ ИНИЮ АНИ ХАШЕМ говорит Всевышний Ибо мне принадлежат мои. Мой всякий первенец в тот день от слова ударить, поразить, то есть убить, умертвить в данном случае. Всякого первенца в стране египетской, в стране Митсраим. Мы знаем с вами, что первенцы египетские были убиты, но первенцы еврейские, которые, ну, по сути, если честно, мало чем на практике отличались от египетян, но, слава богу, отличались. Так вот, они что? Перешли, как бы, собственность Всевышнего. Игдаш и Ли посвятил их, посвятил мне, кольбо хорбо Исраиль, каждого первенца в еврейском народе, от человека до скотины мне будут они, я Всевышний, так говорит Всевышний. Так, есть, Иуд, далее прошу вас. Вам перезвонит Лена, да? Она не слышала вас. Байдабер Ашем... Слышно, нет? Слышно, нет? Слышно? Слышно. Так, Байдабер Ашем Эль Моши, Бемидбар Синай Леймор, Кот Эдгней Леви, Левейц Аватам, Лемишпах, Мишпехотам, Коль Захар Мейбен Ходыш, В Маале, Тивк... Амале. Амале. Тивкедам. Тивкедам. Да. И сказал Всевышний Моисеев в Синайской пустыне, говоря, Сосчитай сыновей левитов, ну, колено левитов, в смысле, по отеческим домам, по их семействам, всякого мужчину, всякого мужского пола от месячного возраста и выше. Посчитай их. Да, спасибо, Анна, вы совершенно правы. Здесь слово ПКОД означает не задействовать, а именно посчитать, пересчитать. А что такое Лебейт Аватам по отеческим домам и что такое Лемишпехотам мы сейчас увидим. Коль Захар, всякого мужского пола. Да. Так, спасибо. Тимофей Тет Зайна. Лайвкот Утам Моше Альпи Ашем Кашер Цува. Цува. Да. И сосчитал их Моше как заповедовал Всевышний. То есть буквально по устам Всевышнего, да, Кашер Цува, как ему было приказано. Ле. Цаве это приказать отсюда Митсва, да, но Цува это ему было приказано. Так, вот кто-то к нам присоединяется. Очень рады. Так, Ашер Цува. Так, хорошо. Так, Юд Зайн, Юд Зайн очевидно Людмила, да? Не Людмила, да. Так. Ваех Ю Эли Бнэй Леви Бишмотам Гершон У Кэхат У Мэрари. Были буквально, да. Это сыны Леви, да, Бишмотама, Слава Шэм, по именам их, да. Гершон, Каат и Мэрари. Мэрари, да, совершенно верно. Все правильно. Здравствуйте, новоприсоединившиеся к нам. Посмотрите, как мы работаем. И на следующем цикле я задам вам вопрос, хотите ли вы участвовать и на каком уровне. Так, а мы пока продолжаем с вашего позволения, на там Ютхэт. Кафалов, правильно? По-моему, Ютхэт. Что-что? Да, Ютхэт. А, Ютхэт. Окей, бесконечно. Вэрешмотэ бне гершонам мишпохотам Ливни Вэшшим И Да, все? Да, имена семейства Гершуни по семейству Сыновей Гершона, да. Сыновей по семействам Да, это имена сыновей Гершона. Ливни одного звали и Шим-и звали другого. А сейчас мы увидим, как образовано прилагательное имя Гершон. Имя нам известное и имя, более того, вполне используемое в еврейском народе до сих пор. Я не встречал ни одного человека, которого звали бы Ливни, я имею в виду личное имя. Если человека зовут Шима-и, очевидно, что это сопрещение от Шим-он. Это не полный вариант. А вот Гершон, например, встречается. Есть, спасибо. Ну, давайте я возьму ютет и продолжаем. Я читаю фразу под номером ютет, что значит девятнадцать. Четверо сыновей, очевидно, вот у товарища по имени Кихат. Скажите, пожалуйста, а бывают сейчас имена Хеврон как имя человека? Не встречал. Нет. Узи Эля встречал. В принципе, это возможно. Все имена имеют право на существование и на повторение. Но просто то, что не встречал, не значит, что это не принято. Никто не посмотрит косо, если так человека назовут. К сожалению, имена даже отрицательных персонажей используются, чтобы называть этими именами своих детей. Например, такой неприятный тип, как Немрод, дал свое имя многим еврейским мальчикам и даже, по-моему, хозяину обувной фабрики. Есть фирмы Немрод, да? Немрод того по себе, значит, мы взбунтуемся. Давно хотела спросить про имена как раз. Вот, может быть, потому что женских имен как-то меньше встречается. Ну, вот, заметила, что, ну, некоторые имена, они, в принципе, пришли как бы, ну, как Моавитянка, Ру, там еще, да. Вот, ну, даже Рахилея, конечно, родственная семья, но тоже не еврейская. А сейчас считается совершенно еврейскими именами. Вот, как это, потому что, как положительные герои или, ну, все-таки изначально они были не еврейскими именами. Ну, что касается тех людей, которые присоединились к еврейскому народу с своими именами, есть еще вопрос. Имели ли они эти имена от рождения, да? Либо это уже именно данные им по приходе в еврейский народ, по присоединению. Так что, это не точно, но в любом случае, да. Получается, может, говорили Моавитянка Рут, Моавитянка Рут, но называли ее уже по новому имени, то есть такой вариант, да? Может быть, до этого она называлась как-то иначе. Вот имя Руки было дано, и, соответственно, даже когда она еще не была еврейкой, ее под этим именем называют. Но вполне возможно, ну, интересно, вот по поводу Рут, да, гематрия Рут – это 606. Семь митсвот есть у Веней Ноах, у всех народов, у любого человека. А принявший Гьюр, она взяла на себя еще 606 заповедей, доведя количество их до 613. Ну, вот такое вот объяснение на уровне гематрии. И, по-моему, слово имя Игудит, по-моему, тоже у кого-то было. Игудит, да, это одна из жен Эйсава, не самый приятный персонаж, хотя ничего плохого про нее конкретно не сказано, да? Да, но подчеркнуто, что Эйсав, то ли он дал ей это имя, чтобы, так сказать, отец не сердился, как будто бы она еврейка, да. То ли он ее представил под этим именем, но вполне возможно, что в девичестве она носила имя другое, но не знаю. Скорее всего, все народы, которые населяли тогда Израиль, они все были родственными, там, канонейцы, магитяне, они все родственники, так что вряд ли язык очень сильно отличался, потому что они могли носить какие-то одинаковые имена вполне нормально. Ну, может быть, такое, да, вполне. То есть по имени Иудея, вот по имени месту могли давать это иудиты? Нет, но он как иуда, как тут благодарный, благодарный, благодарный же иуда. А иуда там? Да, может быть, от слова, да, от корня легудок, благодарить, да. Про имя Рут я попозже выставлю, у меня книжка просто есть, там, в комментариях, там, в частности, Раша пытается вывести корень этого слова, то есть, вернее, как потом уже, как бы, его попытаться переотмыслить его уже в ноябре. А как она, матче, что с ним было? Просто слышала еще, что вот два нееврея, Рут и вот тесть Маше, забыла им вылететь. А, сейчас, Рут. Итро, 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 да, что у них два нееврея, и у них имена, есть три общие буквы, и, в общем, комментарий такой слышала, тоже. Да, много интересного можно вывести, уверен, да. Итро не считается еврейским именем вот со временем? Итро, я не слышал, чтобы назвали еврея именем Итро. Хотя он, вроде, тоже присоединился, да? Ну, да, он, вроде, положительный персонаж. Более того, его именем названа глава, в которой рассказывается о получении Итро, и даются десять лечений. Ну, что тут как-то странная политика, да? Вот некоторые прям вошли. Ну, такое имя, имя Эстер точно не еврейское, это имя Иштар, скорее всего, вывело. Да, оно, скажем, объевреено, чтобы привести его к еврейскому корню Сетер, да? Ну, может, потому что мультих имен больше выбор, да, женских. В Танахе действительно меньше женских имен, поскольку меньше действующих из женского пола. Ну, есть некоторая прослойка еще и мишнаистских именов, такая, Грурия, жена по-моему, Раби Мейера и так далее. Есть упоминаемые. Так, читаем дальше, да? Где мы остановились? На Кафе, это мою. Давайте. Кстати, ведь Амрам – это отец Моше и Арона. Именно так, да. Товарищ, какой-то товарищ. Какой-то товарищ. В ней Мейераре, ле Мешпахотам, махли у Муши, элегем Мешпехот, а Леви, левейт, а вот там. Так, и сыновья Мейераре по их семействам, махли и Муши, они, вот семейство Леви, по их родовым домам, видимо, по домам отечественным. По домам отцов, да? По отчим домам, можно так. Так, да, все правильно, спасибо. Так, Аф, Алиф, Тимофей, да? Ле Гершон, Мешпахот, а Левни, у Мешпахот, а Шими, элегем Мешпахот, а Гершуни. У Гершона, значит, семейство Левни и семейство Шими, вот они семейство Гершоновы, буквально, да. От Гершон, имя личное, образовано прилагательное Гершуни, Гершоновы, Гершонские, да, вот так. Спасибо, все правильно, да. Натан, наверное, да? Да. А я же... Людмила, Людмила, конечно. Да, Людмила, что же забыли. Вопрос, поэтому я ее как-то зачелу. Как бы это Людмила, да. Кудэхэм, бэм миспар, коль захар, ни бэм ходыш, ва мала. Ва мала. Ва мала. Кудэхэм, шиват, элафим, алафим, вэ хамэш, мы вот. И, так, служители их... Нет, счет их, счет. А, счет их по числу каждый мужчина и сыновей, ну, в смысле, вон, в месяц. Бэм ходыш, это месячного возраста, да? Месячного и выше. По счету их семь тысяч и пятьсот. И пятьсот, совершенно верно. Я напоминаю, что в позапрошлом цикле, когда мы разбирали из недельной главы Бамидбар, мы говорили именно о числительных, поскольку их тут много. Вот мы сейчас начали их разбирать. Да, правильно, Людмила, спасибо. Значит, уважаемый GLM, вы видите, как мы работаем, да? Да. Тут, если вы желаете, вы можете почитать. Если вы еще больше желаете, вы можете и переводить. Я всегда приду на помощь. Если есть какие-то слова непонятные, я готов подсказать. Хотите участвовать? Милости просим. Да, добрый вечер. Меня зовут Лейб. Давайте попробую. Еще раз. Как вас зовут? Лейб. Лейб. Очень приятно. Пожалуйста, Лейб. Тогда следующую мы вам предлагаем Кавбет, да? Кавбет. Не спеша. Кудеем бемист пар. Кавгимль, это я прочитала же уже. Да, извините. Ой, 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 прошу прощения. Я вас спутал. Кавгимль. Кавгимль, да. Мишпоход. Мишпоход. Агершон. Гершони. Да. Ахарей. Амишкан. Ахейну. Ахану. Яхану. Яхану. Яма. Яма. Да. Да. Мишпоход. Агершони. Так. Я поскалил. Семейство. Гершона. Да. Ахарей. Амишкан. Да. После. Амишкана. Мишкану. Мишкан. Знаем, что такое, да? Да. Яхану от слова Махане. Это стан, да? То есть, они станут станом. Они образуют стан. А что такое яма? Со стороны моря. Справа. Посмотрите, где море от Израиля. С какой стороны? С левой. С левой. Да. То есть, яма – это западнее. Да. То есть, со стороны запада. Да. Вот так мы будем переводить. Спасибо. Спасибо, Лей. Так. Тогда Натан берет… Кафдалет, да? Кафдалет? Кафдалет. Наверное, да. Да, безусловно. Нет проблем. Выноси бейт аф лагершуни или асаф бен ла эль. Носи. Слово носи в современном времени переводит. Глава, 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 да, глава отеческого дома у гершуни или асаф, который бен ла эль. Сын ла эль, да? Да. Да, совершенно верно. Лей, я для тех, кто только учится читать, да, если они приходят на урок или если они смотрят записи, выделил имена, которые в переводе даны практически транслитом, чтобы человек мог проверить, правильно ли он читает. Спасибо, Натан. Так, теперь я беру кафдалет, а Анна приготовилась с длинной текста. У мишмерет бней гершон бе охэль моэд га мишкан бе охэль михсэйгу у массах петах охэль моэд. Мишмерет – это в современном юрите служба. То есть мишмерет – это как это? Смена, смена, да? Допустим, ночная смена, мишмерет лаева, да? Здесь имеется в виду служба. Что они будут делать? Бней гершон, то есть все потомки гершона из длинбитов. Бе охэль моэд при шатре собрания, какая служба? Мишкан, мишкан – это имеется в виду полотнище мишкана. Мы уже встречались с тем, что слово мишкан означает вот это покрытие, да? Ве га охэль – это что? Шкатер, да? То есть это тоже полотнище. Мы помним, что полотнище были либо в три, либо в четыре слоя по-разному мнению, да? Вот здесь они имеются в виду как михсэгу, покрытие его у массах. Массах в современном иврите – это экран, да? А здесь слово массах что называлось? Занавес. Занавес. Занавес какой? Не кодыш-кодыши. Снаружи, наружи. Да, наружи. Да, совершенно верно. Петах охэль моэд при входе шатер собрания. Да, верно. Так, теперь, Анна, как вам? Да. Вы калэй – хэхатер. Хэхатер, да. Хатер – это массах петах ахатер, ашэр аля мешкан. Вы аль-мизбех савив. Вы это мэй тарав, вы холь авода то. Да, попробуем перевести. Значит, калэй – это, видимо, тоже какой-то занавес двора. И это массах и занавес входа во двор, который вокруг двора, в смысле, который вокруг мешкана и вокруг жертвенника. Да, савив – это вокруг. И мэй тарав – это современные витесы струны, а здесь имеется в виду хнуры, на которые… Натянут этот занавес был большой. Да, занавес двора. Да. Лэхоль авода то. И все служение его буквально, ну, его все принадлежности, все его приспособления. Да, совершенно верно. Мэй тарим – это струны струнного инструмента, например, скрипки. И гешер мэй тарим – известен нам струнный мост. При въезде в Ярушилаем он уже стал одним из символов Ярушилаема. Построен он не так уж давно. Да, все верно. Спасибо, Анна. Так, теперь Кавзайн Тимофей. Кавзайн. Вэликат. Мешпахат а Амрами. Мешпахат а Яцури. Мешпахат а Хевронии. Мешпахат а Азиэли. Элээм мешпахот а Кеати. Переводим. Передвиньте текст, пожалуйста. И у Кеата семейство Амрамова и семейство Ицхарова и семейство Хевронова и семейство Узьелева. И вот они, семейство Кеата. Игата, совершенно верно. Только что мы перечислялись на веки Игата, и вот теперь их имена, но уже в форме прилагательных. Да, да, да. Кавхет Людмила, да? Да. Бэм миспар, коль захар ми бэн ходыш ва мало шмонат алафим ва шэшмэот шомрэ ми шмэрат а кодыш. Да, Людмила снова достались числительные. По числу каждого мужчина с месячного возраста и выше 8600 хранящих. Хранящих буквально служение святое. Да, понятно. Людмила, вы не бухгалтер по профессии, нет? Далеко не. Нет, но у меня медицинская кибернетика, базовое образование. Ух ты, как интересно. Да, здорово. А мишмэрат, ха-кодыш – это здесь сопряженное сочетание, да? Да, да. Да, но мишмэрат – это и смехот, это и обычная форма. Служение как не святое, если вот прям как сопряженное. Священное служение, почему? Все равно. Вполне можно перевести и так, да. Так. Спасибо, Людмила. Какие таланты у нас, однако, в группе есть. Так, попросим Кафтет, наверное, Натана, да, Аламет, передадим ли ему? Да? Да. Кафтет? Мишпаходбны киат, яхану, аль-яреха, мешкан, теймана. Вот. Семейство киатов. Киатов. Да. Да, семейство сыновей киата. Они будут парковаться на стороне мешкана, соответственно, теймана. Теймана что это? Теймана – это к югу. К югу, да, да, да. Правильно. Где от нас находится Йемен, который мы называем Тейман, да, с южной стороны. Что такое ерех – это буквально бедро. То есть на стороне южной мешкана, то есть к югу от мешкана. Ну, соответственно, от мешканого двора. Спасибо, да. Лей два каламетри, что при зонто. Да? У наси бейт ав, лей мишпаход, ака, ака, аке, аке, ака. Да. Эли цафар, бен узиэль. Эли цафан. Эли цафан. Бен узиэль. Да, верно. Глава дома, отчего дома, семи семейских пиатовых. Эли цафан, сын узиэля. Да, да, верно. Совершенно верно. Так, время у нас есть еще, да? Продолжаем. А их служба, это арон, что называется словом арон. Практически сундук, в котором хранились скрижали завета, арон кодыш, который стоял, кодыш кодышим. И шульхан, это хлеб, это стол хлебов приношения. Менура, светильник. Мизбехот, это множественное число от слова мизбеях. Мизбеях, множественное число с помощью от мизбехот. Два, два, два жертвенника, внутренний золотой и внешний меткий, да? И что такое клей, а кодыш, это священные предметы. Какие имеется в виду, тут скопом перечисляются все служебные предметы, как, например, кушенчики, миски, щипцы для удаления нагара и так далее. Которые будут служить им, да? Бахэм, это для них в данном случае. И массах, массах, это снова экран, да? Слово массах уже использовалось, да? Но было, по сути, два массаха. Значит, два массаха и парохет. Парохет отделяла кодыш кодышим от кодыш, да? А при входе в кодыш, при входе в здание Мишкана был один массах, и при входе в двор был другой массах. Вот какой здесь перечислен первый, какой второй, это можете посмотреть в комментариях, да? Массах и всякая работа их. Вот что мы прочитали. Это, пожалуйста, массах и парохет, чем отличаются? По сути, ничем. Смысл тот же самый. Просто назывались они по-разному. Но они немножко разные, видимо, были. Они были, конечно, разными, потому что про парохет сказано, что там было выше тогда, а про массахи вроде бы не сказано, были там какие-то изображения или нет. Было у нас занятие по этому поводу, и я даже демонстрировал картинки. Картинки, собственно, у меня остались. Если есть желание, я могу заново их поставить на нашу группу в Телеграм. Ой, пожалуйста, спасибо. Да, несложно. Тогда после занятия я этим займусь. Да? Так? Да. Ага, да, замечательно. А Анна, да? Да. Так, это я не то прочитал. У наси, да. У наси. У наси эйх, а леви, ле азар бен арон, акуэн, вкудат шомрей мишмерет такудыш. И начальник, над начальниками левитов, над всеми, видимо, перечисленными начальниками, самый главный начальник. Эль азар, сын Аарона Куэна, и вкудат шомрей, ну, видимо, под его, сказать, начальством выполняют вот эти вот, которые под его начальством служат, вот эти вот священные работы. Да, 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 да. Из двух оставшихся сыновей, живых сыновей Аарона, Эль азар занимался вот управлением левитов. А левиты должны были что? Собирать, придя на стоянку, этот мешкан, да, и разбирать, когда Всевышний указывал, что надо отправляться в путь. Да. Ламед Гиммел, передаем Тимофею. Ламед Гиммел. Лимрари, мишпахат амахли, мишпахат амуши, элегем мишпахат амрари. Аумрари, семейство махли и семейство муши. Вот и семейство умрари. Да, верно, верно, да. Да, спасибо, Тимофей. Так, Ламед, Далет, Пудмила, как раз первую букву вашего иди, да? Разве я, а вот... Ага, может, я забыть, я забыть. Все в порядку, после Тимофея, после Тимофея Людмила. Быстро так, цикл прошел. Ламед Гиммель, да? Ламед Далет. А у кудэхэм... Подождите-ка, подожди, а ламед Далет, все правильно. Да, ламед Далет. Кадэхэм бэ миспар куль захар, опять, ни бэн ходэш, ва маала, шешет алафим у матайм. У матайм, да. И служение по числу... Перечисление их имеется в виду. Пересчет. Ну да. И пересчет по числу каждый мужчина с месячного и выше возраста шестьдесят и двести. И двести, да, да, совершенно верно. Да, спасибо. Ламед Гей, так? Ламед Гей, Натана попросим, да? Да. Да. Выноси бэйт афла мишпахот мэрари Цуриэль бэн Авихаэль Алья Рэха Мишхан и Эхану Цафона. А глава отеческого дома семейства мэрари Цуриэль, сын Авихаэль на обе бэн на стороне Мишкана. Да. Будут парковаться. Да. Цафона. Север, если ха. Север, да. Это с северной стороны, да. То есть вот этот стан, да, мы рассмотрели три стороны, да? Три стороны. Да, совершенно верно. Так, Лейб, тогда прошу вас, Ламед Вав. Что такое Ламед Вав, мы, конечно, знаем, да? Да. Да. Ламед Вав. Ламед Вав. Ламед Вав. Ламед Вав. Да. Вахоль. Келав. Келав. Авода. Авода то. Да, совершенно верно. Здесь есть специфические термины. Мы их помним, потому что не так давно мы их читали, а вам я готов помочь. Уф Кудат Мишмерет Нейм Рари. Так. Переводите. У Куда. Буквально перечисление, да? Мишмерет Службы Сыновей Нейм Рари. Сыновей Нейм Рари. Крашея Мишкад Кереш – это буквально балка, да? То есть древесный столб, да? Из этих крашин были собраны стены Мишкада, да? А что такое варихав, вариях? Это мы переводим как, помните, засовы, которые соединяли вот эти вот столбы в единой ценной ценной ценной, да? Теперь Амудав. Амуд – это столб, да? А Адоним – это подножие, подножие столбов, да? Вехоль кейла и все сосуды его, и все, да, вехоль, да, а вот, что всякая работа его. Да, да. Клей? Да, правильно. Ламет зайн в Амудейе Хацер савим в Аднэйгем в Тейдотам у Мейтерейем. Так. А Амудейе Хацер – это столбы двора, савив вокруг, в Аднэгем и подножие их, подножие стен были серебряные, а подножие столбов ограды двора были медные. Что такое Ятэйдотам? Ятэд – это буквально клинышек, да? Клини, которые вбивались, чтобы натянуть вот эти вот струны. У Мейтерейем. И вот эти, соответственно, шнуры, шнуры струны. Есть. Так. Ну что же, мы не успеем все равно дочитать эту голову. Проверните, Анна, пожалуйста, вперед. Я посмотрю, нет ли там слов, на которые я хотел обратить внимание, зеленым выделены. Давайте вот я немножко скажу вот про эти слова. И на этом мы сегодня закончим. Значит, слово «одфим» – это кто-то лишний, это дополнительное. В современном иврите слово «одф» – это в первую очередь сдача, да? Скажем, я купил на 15 шекелей и протягиваю купюру в 20 шекелей. Значит, что такое «одф»? Это 5 шекелей, которые я получил сдачу. Так. И еще слово «одфим» – это как бы излишки. Ханут «одфим» – это то, что называется «отлет». То есть заказана партия в 200 рубашек, а пришло почему-то 205 рубашек. Вот эти вот 5 лишних рубашек отправляются ханут «одфим», где вполне качественный товар продается по ценам существенно ниже. И второе слово «лагулгелотам» – слово «гулголет», хоть оно и родственное слово «легальгель» – сматывать, наматывать, свертывать. «гильгуль» – кроме того, это еще и перевоплощение душ, а «гулголет» – это череп. То есть «лагулголет» – это «на череп», то есть на одного человека. Как мы говорим, «на голову». Скажем, собирают деньги на общак, опять шекили с головы, «миулголет», то есть с черепа. Поскольку у каждого человека вроде бы есть череп и ровно один. Есть интересная мечта, что при царе Шлому был найден человек с двумя головами. То есть нечто наподобие сиамских близнецов. И вот возник вопрос резонный, не только аллахический, но и практический. Считайте его одним человеком или двумя человеками. И вот что с ними сделали? «Полили одну голову горячей водой и тогда закричали обе «Ой, мы умираем!» Поэтому они были сочтены, по-моему, одним человеком. По-моему, так. Я сейчас вас вспомнил, но посмотреть не успел. Но, тем не менее, в нормальном случае голод – это имеется в виду не только череп, но и один человек. Гора под названием Голгота, то есть лысая гора, пустая гора, на которой ничего не растет, по-русски называется «Голгофа». Не про нас с вами будет сказано, не к ночи будь помянутым. Так, вот, мы довольно много прочитали, но поскольку этот параграф достаточно большой, вот, мы не дочитали его до конца. Значит, милости просим, приходите к нам еще, приводите еще людей, кому это будет интересно. вот, и архив, и наши группы в Телеграм, все в вашем распоряжении. Всем спасибо. Спасибо большое. Окей. Всем спасибо. Иван Старклотов. С прошедшим ХАКСМФ вам Ярушалаем, вообще говоря. Я поставил из прошлых записей, из прошлых курсов разбор текста песенки Ярушалаем Шерзав и дал ссылку на два занятия, в конце которых мы разбирали эти слова. Слова заслуженные. Это действительно красивый иврит, не стоит его знать. Здорово. Мы оптимисты, несмотря на все. Сегодня было рекордное количество людей, которые поднялись на Храмовую гору. Было огромное количество людей в шествии с флагами. Жизнь продолжается и даже развивается в правильном направлении. Слава Богу. Топ. Окей. Шейнишмапсов, то, что мы слышали. Хорошие голоса. Всем счастливо. Пока. Всем счастливо.